Октябрь, как и остальные месяцы года, богат церковными праздниками. Одно из главных торжеств, которому православные готовятся особенно тщательно, Покров Пресвятой Богородицы. Сегодня мы вспомним этот великий праздник и события, которые легли в его основу. Янна Макарова, это Азы Православия. Покров принадлежит к числу великих праздников Русской Православной Церкви. Его отмечают 14 октября или 1 октября по старому стилю. И хотя этот праздник не входит в число двунадесятых, он является одним из самых почитаемых у верующих людей. Полное название праздника звучит так – Покров Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы и Преснодевы Марии. События праздника Покрова Божией Матери произошли в X веке в Византии. В это время сарацины напали на Константинополь. И народ молился в храме во Влахерне. Всю ночь стояли и умоляли Господа, чтобы Господь отразил наступление врага с моря. И в этот момент в храме был Андрей Юродивый, знаменитый святой Константинопольский и его ученик Епифаний. Такие вражеские набеги часто заканчивались кровавой резней, поэтому жители византийской столицы вполне оправданно боялись погибнуть. В храме Андрею Константинопольскому явилось видение. Его описание приводится в житии святого. Андрей Юродивый увидел, что во время службы где-то в районе уже за полночь, где-то в 3-4 часа, Богородица пошла по воздуху в храме. Около нее было Иоанн Предтеча, много святых. Она шествовала как на облаках, прямо по воздуху. Сняла с себя Покров и его распространила над народом. Ее глаза были полны слез, слезы текли по ее щекам. Она молила Господа о спасении народа христианского. Андрей указал своему ученику Епифаний на это видение и спросил, видишь ли чадо? Епифаний сказал, вижу и ужасаюсь. И когда они увидели все, видение исчезло. Чудесный Покров защитил город. Поднявшаяся буря разметала врагов, тем самым избавив жителей Константинополя от смерти. Это чудо стало знаком заступничества и утешения над людьми. Покров Пресвятой Богородицы празднуется только в Русской Церкви. Этот праздник очень любим на Руси и с 12 века празднуется в России. Стали строить с 12 века храмы в России. Первый храм самый знаменитый Покрова на Нерли. Удивительный храм построил князь святой теперь Андрей Боголюбский. Храм стоит на излучине реки Нерли и Клязьме при впадении двух рек на Стрелке. Это пойменные луга, которые заливают с весной водой. Но было выбрано именно такое место, где не заливает вода. Все было обложено камнем. И как бы на подиуме, на постаменте стоит эта удивительная маленькая, очень соразмерная белая часовинка из местного камня Владимирского. Одноглавая, прекрасная. Она как бы и является покровом этого места. Андрей Боголюбский возвел храм Покрова на Нерли в память о своем сыне Изиславе, прекрасном и смелом воине, которого он очень любил и который погиб в войне с волжскими булгарами. Это произвело на князя Андрея Боголюбского очень сильное такое впечатление. Ему было тяжело. Он скорбел и он верил, что загробная судьба его сына, который погиб за интересы отечества за интересы отца. Его судьба загробанная будет под покровом Божьей Матери. И вот всю свою отцовскую любовь он как бы вложил в этот храм на Нерли. Там видна душа скорбящего человека, который помнит своего сына и думает о нем, который поставил памятник ему на земле. Поэма в камне, так еще называют этот храм. По одному из преданий, именно Андрей Боголюбский установил традицию празднования Покрова Богородицы на Руси. Уже к 15 веку праздник Покрова получил общерусское распространение. А в 16-м при Иване Грозном праздник становится одним из самых почитаемых. Именно Грозный построил всемирно известный храм Покрова Нарву, жемчужину московского зодчества, более известную как собор Василия Блаженного. Наш царь Иван Грозный в 16 веке взял Казань. Была поставлена точка в страшном нашествии татаро-монгольских захватчиков. Казань была покорена, присоединена к Руси. И чтобы отпраздновать эту победу, царь Иван решил построить на Красной площади в Москве какое-то чудо света, огромный собор со многими престолами. Но главный и основной престол – Покрова Божьей Матери. Он был уверен, что только под Покровом Божьей Матери его удалось победить. Это случилось именно в день праздника. Храмов в честь Покрова Пресвятой Богородицы в России очень много. Некоторые из них особенно выделяются. Например, Покровский женский монастырь в Москве. В 1635 году его основал царь Михаил Федорович. По преданию, в честь Покрова Божьей Матери, его осветили потому, что отец Михаила Федоровича, патриарх Филарет, умер именно в этот праздник. Это за чертой Москвы на Обельмановской заставе был построен Покровский монастырь. Он как бы был покровом всех страждущих, бездомных, одиноких людей, у которых не было никакой социальной защиты. И вот был создан такой, как приют для них. И там же кладбище для этих людей, потому что никто не мог, из родственников не было, кто бы заплатил за их похороны. Там под Покровом Божьей Матери был устроен этот монастырь. В советские годы монастырь постигла печальная участь. Он был закрыт, а часть его храмов уничтожена. Но после того, как в 1998 году сюда с Даниловского кладбища перенесли мощи блаженной старицы Матроны, у монастыря началась новая жизнь. Большие очереди стоят в Покровский монастырь, чтобы перешепнуть ей, попросить ее поплакать около нее о своих бедах и печалях. Богородица своим покровом покрывает и жителей Москвы, и вот приняла мощь Матронушки. Матрона Московская – одна из самых известных и почитаемых в России святых. К ее мощам ежедневно приходят поклониться тысячи человек. Считается, что по ее молитвам происходит огромное количество чудес и исцелений. В очереди стоят молча. Молятся, плачут, просят о помощи, благодарят. Возле раки стоит прозрачный ящик. Сюда можно опустить письмо Матроне, записочку с просьбой. Еще об одном Покровском храме хотелось бы вспомнить. Он также находится в Москве, в Марфо-Мариинской обители на Большой Ордынке. Великая княгиня Елизавета, когда устраивала свою прекрасную обитель в центре Москвы, она, в замоскворечье, она решила храм посвятить Божьей Матери, ее покрову. Именно под покровом Божьей Матери у нее воспитывались сиротки, раненые Первой мировой войны, тяжело раненые лежали в этой обители. Также приходило много народу в больницу, она всех принимала, она ходила на хитров рынок и там в трущобах находила людей, которым нужна была помощь, нужна была работа, лечила их и многим возвращала веру, возвращала надежду и окружала своей любовью. И все это под покровом Божьей Матери. Известны два основных иконографических извода праздника покрова – Суздальская и Новгородская традиции. Согласно Первой, Богородицу изображают на иконах перед храмом. Она сама держит свой покров над молящимися. В новгородском типе икон Богородицы изображаются внутри храма, а покров поддерживают ангелы. В конце XV века эти две иконографические традиции объединились. Иконография иконы покрова Божьей Матери всегда делится, сама икона, на два присутствия. На земле внизу молящийся и Андрей Юродивый, который рукой показывает на явление Божьей Матери, и на облаках, на воздухе святые небожители Иоанн Претеча и все святые окружают Божью Матери. Богородица всегда с покровом. Она держит его в руках и как бы распространяет его над всей землей и над молящимися. То есть горний мир наверху и внизу, мир дольний, мир земной, где молящиеся стоят в храме. Икона покрова Богородицы очень любима народом. Ее не перепутаешь ни с одной другой. Этой иконе обычно молятся в таких исключительных случаях, когда невозможно решить никакие проблемы, никакие вопросы. Наступают враги и совершенно невозможно нигде искать помощи. Грозит огромная опасность. И вот в этот момент, когда уже некуда и некому идти и обратиться, в этот момент наступление врага, молится Божьей Матери, покрову Божьей Матери. И Богородица невидимо распространяет покров в этом случае. Часто убирает болезнь, изымает какой-то грех из человека. Потому что, видите, враги не только бывают внешние, враги бывают внутренние. В России более 400 наименований икон Божьей Матери. Богородица одна, но являла она себя и свою помощь людям в разное время и в разных местах. И каждое такое явление отражалось потом разными людьми в иконах. Вот так в X веке она во Влахерне появилась с покровом. Это совершенно особая иконография покрова Божьей Матери. Когда батюшка царь Николай отрекся от престола, Богородица явилась простой женщине в образе Божьей Матери Державной. Она сказала, что она будет царица России. Это образ Державной Божьей Матери. Когда в Казани отошли от православной веры, было сильное отхождение, Богородица явилась прямо из земли. Сказала девочке Матроне, что нужно копать в определенном месте. Ее выкопали из земли. Казанская – это очень любимый народом образ. Это уже другой образ. Говорят, что казанская икона помогает, когда плохое зрение. Замечено просто людьми. Когда Богородицу это изображение откопали, то слепая женщина прозрела при этом. Сразу было чудо. То есть возврат к православию дает зрение. Так показала Божья Матерь. Нельзя не вспомнить события, которые происходили в районе Каира Зейтуне в конце 60-х годов прошлого века. Тысячи людей стали свидетелями явлений Богородицы над Копской церквью Пресвятой Девы Марии. В этих местах, согласно преданиям, святое семейство останавливалось во время бегства от Ирода. И вот это священное место в Каире выкупил один предприниматель, который там хотел такое злачное увеселительное учреждение сделать на этой святыне. Ему было все равно. Ему главное было свою волю исполнить, свое желание заработать деньги. Он выкупил эту землю и уже думал приступить к строительству. И вдруг на соседнем храме, маленьком храме христианском, на крыше ночью появилась женщина, вся в свету. Это была Божья Матерь. Она вся была покрыта светом и несла как бы в руках своих свет. Никто не понимал, что это. Посмотреть на это явление впервые в мировой истории собрались люди различного вероисповедания. Среди них было много и мусульман, ведь Египет – страна с преобладающим исламским населением. На следующую ночь взяли и отключили в этом квартале свет везде. И опять она в полной тьме на крыше этого маленького храма появилась вся в свету. Она несла этот свет и шла по краю храма. Она разрешала себя снимать, сняли фильмы на телевидении, приезжала много журналистов. Огромное количество народу ночью собиралось. Приехал президент Египта Гамаль Абдель Насар. Он увидел это, спросил, что ему рассказали. Тогда он сказал, это Богородица, я покупаю это место, я даю христианам деньги, пусть на этом месте, где отдыхала Божья Матерь, построят достойный огромный храм. Итальянец-художник, который при этом присутствовал, увидел таким образ Божьей Матери. И сейчас этот прекрасный образ, Богородица вся в свету, стоит в этом маленьком храме, на крыше которого явилась Богородица и защитила место вот это замечательное, где отдыхало святое семейство. Ставят свечи около этого образа только белые, большие, крупные белые свечи. Богородица очень милосердна. Неудивительно, что больше всего чудес связано именно с ее образами. Непиваемая чаша, целительница, нечаянная радость, нерушимая стена, Владимирская, Казанская, Троеручица. Так много образов у Богородицы. Образ Пресвятой Богородицы очень любим. И многие молятся именно Божьей Матери, потому что мама всегда защищает. И мама всегда слышит. При любых обстоятельствах она всегда поможет. И христиане, православные мы люди, православные, мы всегда обращаемся к Божьей Матери, как к своей Матери. Она всегда нас защитит, всегда покровом своим покроет, если будет искренняя и сильная молитва. Часто она является и говорит болящему, а чего же ты ко мне-то не обращаешься? Почему ты не обращаешься? И действительно люди думают, а почему же я до сих пор не понимал, что надо обратиться к Божьей Матери? И она подаст руку помощи, она покроет покровом, она невидимая придет и утрет слезы, и сама будет плакать рядом. И глубокого разбойника она простит, и человека, у которого вообще нет надежды. Верующие говорят, что Пресвятая Богородица, наша заступница перед Богом, благодатный покров ее молитвы защищает людей от зла и напастей. На небе она символизирует всю нашу земную церковь. Она с небес покрывает покровом всю землю и спасает нас. В народе праздник покрова Пресвятой Богородицы называли покров. А еще первая зазимья, свадебник, заситки, покров батюшка. В эту пору заканчивались основные полевые работы. Урожай был уже собран, и крестьяне готовились к зиме. Начинали топить печи, конопатили избы, закармливали на зиму скот. Покров как бы ознаменовывает собой встречу осени и зимы. В этот день часто выпадает первый снег. А еще покров называют покровителем свадеб, девичьим праздником. Девушки-невесты старались в этот день посетить церковь и поставить свечу возле иконы покрова Богородицы. Считалось, что та, кто первая это сделает, выйдет замуж раньше всех. Отсюда и народная поговорка. Покров праздничек, покрой землю снежком, а мою голову венцом. С этого времени девушки устраивали вечерние посиделки с рукоделием. В день самого праздника устраивали шумные застолья и щедро раздавали милостыню. Вот такой необычный праздник покров. С самого начала христианства на Руси Богородица считалась покровительницей земли нашей. Силой ее молитвы росла и крепла вера. Это были азы православия. Увидимся на канале ОТВ.